Привет, друзья! Это инструкция для конструкторов водных походов по Северной Карелии. С его помощью вы сможете легко и быстро составлять маршруты походов на байдарках продолжительностью где-то от трех дней до трех месяцев. Пользоваться им очень просто. Для начала вам нужно выбрать какой-то пункт, какую-то станцию железнодорожную, например, от которой вы собираетесь начать путешествие. И дальше от станции нужно двигаться по желтым линиям, это линии заброски, до ближайшего стапеля. Стапель обозначается таким синим значком. Это место на берегу, где можно собрать байдарки, уложить вещи и начать свое путешествие. Дальше нужно двигаться по голубым линиям, по голубым путям до ближайшего узла. Узлы – это такие места, от которых можно двигаться больше, чем в двух направлениях. То есть там есть выбор, куда двигаться дальше. И так вот, двигаясь по путям от узла к узлу, можно составлять маршруты любой сложности. Все маршруты, они между собой связаны, поэтому на любом узле вы можете повернуть в ту или иную сторону и в конце концов выбрать какое-то место, какой-то пункт, какую-то станцию, на которой вы закончите свой маршрут. В меню с левой стороны можно отключать те или иные значки, чтобы они не мешали рассматривать карту. И здесь же можно развернуть список всех имеющихся на данный момент узлов, путей и других обозначений. И также можно пользоваться поиском. Ну, скажем, вы хотите найти маршрут по реке Винча. Просто набираете в поиске Винча. И вот, пожалуйста, список всех пунктов, в которых слово Винча упоминается. Стапель на Винче, узлы, пути движения и так далее. Узлы и пути, они все пронумерованы. Вот видно, что узлы обозначаются буквой У, а пути, они обозначаются буквой П. Это сделано для того, чтобы удобно было записывать ваши маршруты. То есть, чтобы записать маршрут, достаточно просто перечислить узлы и пути между ними. Такую запись вы можете переслать своим друзьям, коллегам, с которыми вы собираетесь путешествовать, для того, чтобы они могли оценить, внести какие-то свои коррективы, ну, чтобы вы могли заранее эти маршруты обсудить друг с другом. Так, еще раз о условных обозначениях. Места стапеля обозначаются таким синим значком, который называется спуск плавсредства. Это место, где можно собрать байдарки и начать свое путешествие. Также обозначается место антистапеля. Это где можно байдарки разобрать, упаковать и отправиться домой, либо на другой этап похода. Так как они, стапель и антистапель, часто находятся в одном и том же месте, то как-то разделять их нет возможности. Голубые значки такие вот обозначают узлы, то есть места, где можно выбрать направление движения. Желтые пути – это пути заброски, а также желтым обозначаются пути обноса порогов, волоки из озера в озеро, пешеходная экскурсия, ну, а также вообще любые маршруты движения по суше. Голубым обозначаются пути движения по воде. Красные значки с севером костра обозначают места, где есть кострище, где можно, скажем, пообедать, но места для палаток там мало или вообще нет. Зелеными значками палаток обозначаются стоянки. Тут нужно иметь в виду, что стоянки в большинстве своем на одну-две палатки. Если вы путешествуете табором, то вам придется искать стоянки, в описании которых указано, что это большая стоянка или она просторная. Информация. Такие красные значки со знаком черепа обозначают места повышенной опасности. Это пороги высокой сложности, водопады, которые нужно обносить. Это та же затопленная карьера, шахты, в которых ни в коем случае не следует падать, потому что выбраться практически невозможно. Черные значки с буквой И обозначают информацию. То есть можно узнать информацию о каких-то интересных объектах, природных или объектах цивилизации. Голубими кранами обозначают места, где есть пресная вода. Это очень важно для морских участков походов. Причем обозначены в основном те источники пресной воды, которая не пересыхает даже в засушливое лето. Ну, если лето дождливое, то источников воды, конечно, гораздо больше. Желтыми значками с треугольником обозначают места повышенной сложности. Ну, например, те же самые обносы непроходимых порогов. То есть, если вы хотите составить маршрут такого отдыхательного похода, в котором не будет никаких сложностей, то нужно будет избегать таких вот желтых значков. Голубими звездочками обозначают места, движения по которым зависят от ритма приливов и отливов, а также от волн и ветра. Приливы и отливы обязательно нужно учитывать при движении по морскому участку походов. И такие вот вишнево-фиолетового цвета со знаком фотоаппарата обозначают места, которые можно поснимать на память. Кликнув по любому пути, можно посмотреть информацию дополнительно. Это текстовая, она открывается вот здесь вот в левом меню, а также здесь могут быть фотографии и видео, если они еще есть. Точно так же можно кликнуть по любому значку и получить эту самую дополнительную информацию. Сейчас, в конце апреля 2020 года, конструкция представляет из себя черновик. Здесь информации относительно мало. Примерно 80% маршрутов, которые здесь сейчас нанесены, это те маршруты, которые проходил я сам, некоторые даже по несколько раз. Те участки, по которым я не проходил, на них так и написано, что мной этот участок не хоженый. В дальнейшем предполагается добавлять сюда информацию как по уже имеющимся путям, узлам, так и тем, которые появятся здесь в будущем. Если вы заметите какую-то неточность, грубые какие-то нарушения, или у вас есть информация каких-то маршрутов, которые здесь не отражены, то пишите прямо в комментариях, со ссылками на первоисточник. Я по мере возможности буду их сюда добавлять. Ну, прямо сейчас вы можете поделиться ссылкой на этот конструктор со своими друзьями, знакомыми, чтобы они тоже могли выбрать себе, разработать себе маршрут похода по Северной Карелии на этот год и также на любой следующий. В основном здесь внесены маршруты, начиная где-то от Кими, от реки Кими, или даже чуть южнее от Беломорска до Оленигорска. Все эти маршруты, они связаны, то есть начав движение в одном месте, можно пройти большую часть этих путей и закончить в другом месте. Ну, конечно, по рекам лучше двигаться по течению, а вот по озерам, по морям можно двигаться в любом направлении. Разработка конструктора водных походов началась в 2005 году. Когда она закончится, я не знаю. Старался для вас Виктор Рогов. Удачи на воде!